Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Великобритании пророчат голод и разруху. Британское издание Daily Telegraph напророчило Великобритании мрачное экономическое будущее. Мэр Лондона предупредил, что миллионы жителей страны окажутся ближайшей зимой без отопления и обогрева. Эксперты Bloomberg считают, что цены на газ и электроэнергию Великобритании к январю следующего года вырастут в три раза относительно текущих цен. В октябре 2022 года, по оценкам американских аналитиков, стоимость электроэнергии в Британии достигнет отметки в 3,5 тысячи фунтов стерлингов и вырастет к апрелю 2023 года до 6 тысяч фунтов стерлингов. В перерасчете на текущий курс рубля это 425 тысяч рублей. Оплачивать счета только за свет не смогут позволить себе свыше 50% жителей Великобритании. Правительство страны вынуждено будет тратить бюджетные средства на предоставление субсидий десяткам миллионов граждан, которые из-за рекордного роста цен станут малоимущими. Вот такая метаморфоза произойдет с казалось бы экономически благополучной Великобритании за очень короткий срок. Журналисты Daily Telegraph основной причиной ухудшения экономического положения в стране видят проблемы в энергетической сфере. Проблема эта создала британское правительство, которое, как теперь сообщается, приняло ошибочный курс по переходу на зеленую энергетику. Негативными последствиями такого энергоперехода стало закрытие атомных и угольных электростанций. Сообщается, что повсеместное развитие зеленой энергетики привело к тому, что сельхозугодия, на которых ранее выращивались овощи, стали использовать под размещение ветропарков и солнечных батарей. Это привело Великобританию и к продовольственному дефициту. С тем, что сбои в экономике Великобритании начались из-за проблем энергетики, нельзя не согласиться. Однако первой причиной проблем стал не зеленый энергопереход, а значительное сокращение добычи газа и нефти в Северном море. Почти весь экономический рост Великобритании с начала 70-х годов до начала 2000-х был достигнут за счет активного освоения нефтегазовых месторождений. Великобритания занимала первое место в Европе по запасам нефти и газа. Однако нещадная эксплуатация данных месторождений привела к тому, что пик нефтедобычи был пройден в 1999 году, а газа в начале 2000-х годов. Если раньше Великобритания зарабатывала на экспорте своей нефти и газа, продавая ее остальной Европе, то теперь энергоресурсы приходится импортировать. С каждым годом экономическая ситуация в Британии будет ухудшаться с учетом неизбежного сокращения нефти и газодобычи. Возвращение угольной генерации страну не спасет, своего угля почти не осталось, а цены на уголь на мировом рынке вскоре повторят динамику цен на газ.